вот такой пирог я нашла на страницах интернета на сковороде за полчаса это конечно шедевр очень вкусный пропекается прекрасно легко ну как гость на пороге очень рекомендую делала первый раз здравствуйте друзья с вами ирина вы в эстонии для приготовления этого шедевра нам понадобится 3 мандарина 2 ложки сметаны 100 грамм сахара щепотка соли разрыхлитель чайная ложка мука 100-150 грамм одно яйцо масло сливочное масло подсолнечное и еще корица поехали в миску разбиваем одно яйцо высыпаем сахар и соль перемешиваем все это делается очень быстро добавляем 2 ложки сметаны 50 миллилитров подсолнечного масла я так на глаз этот пирог готовится на сковородке на сковороде очень быстро делаем его в живом времени у нас должно получиться такое как густая сметана тесто чайную ложку разрыхлителя положим и для теста это все что-то у меня густовато получилось я наверно добавлю сметаны муки наверно бабахнула больше чем надо сейчас достану добавила еще сметану три мандарина мы почистили и разрезали вот так пополам вот так тесто у нас вот такое получилось на сковороде растапливаем масло я кладу где-то две ложки вот таких сахара и сейчас чуть-чуть добавим корицы можно много кто как хочет этот рецепт я увидела в интернете мне так понравилось что он такой легкий потому что печь я вообще на самом деле не люблю это не мою а это так просто и так вкусно и в преддверии нового года мандарин же везде полного это очень очень интересный рецепт рекомендую попробовать ну вот а теперь мы мандарины жарим выкладываем на сковородку у меня такие костлявые мандарины пулак и отпались жарим их минут 57 чтобы они пропитались этим маслом теперь выкладываем тесто вот так разровняли его коричневая это корица там просвечивает вот такой он красивый получается как яичница ну ничего вот такой шедевр получился видите сахар немножко у меня тут пригорел ну ничего жены сахар очень полезно в в общем полчаса времени и у вас шедевр на тарелке мне очень нравится до новых встреч а 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 Продолжение следует...